Первый день учебного года в Казанском федеральном университете это всегда различные праздничные действия, которые дают старт дальнейшему обучению. Первой стала однодневная выставка научных достижений университета «Знания, рожденные в КФУ», на которой были представлены около 200 лучших научных статей. По словам проректора по научной деятельности вуза Дмитрия Таюрского, основополагающей целью проведения данной выставки стало желание посвятить первокурсников в ряды студентов и подробнее рассказать о КФУ. Каждый институт выбрал наиболее значимые публикации в международной реферируемой базе данных журналов. Каждый институт публикуется достаточно активно и мы здесь показали те статьи, которые действительно составляют гордость Казанского федерального университета. Я думаю, что это прежде всего полезно для наших будущих студентов, студентов, которые с сегодняшнего дня начинают свою учебу в Казанском университете, поскольку им предстоит включиться очень активно в научный исследовательский процесс, поскольку в Казанском университете образование неотрывно связано с научными исследованиями. Далее в программе Дня знаний праздничная линейка Института международных отношений. По традиции преподаватели института выступили перед первокурсниками с торжественной напутственной речью, в которой отразили самые наилучшие пожелания в предстоящей взрослой жизни. По словам представителей Института международных отношений, 1 сентября для университета как Новый год для человека, олицетворение новой успешной главы. Те студенты, которые сегодня стоят здесь, те студенты-первокурсники впишут новую яркую историю в наш университет, потому что наша 218-летняя история – это не стены, это не помещения, это прежде всего наши студенты, это наши ученые, преподаватели. Мне очень радостно, дорогие коллеги, видеть вас всех здесь. Стартует новый этап вашей уже взрослой жизни. Мне это очень нравится, потому что я следил за вашими личными делами и понял, насколько разнообразна география. Фактически вся Россия, все субъекты Российской Федерации представлены в этом нынешнем наборе. Но вместе с тем большое количество наших зарубежных друзей также стали студентами Казанского университета и Института международных отношений. Я очень счастлива, что попала сюда. Изначально я чувствовала себя... Было немножко страшно, но теперь, увидев всю обстановку внутри, увидев университет, преподавателей, тех, с кем я проведу 4 года жизни в университете, мне более спокойно, на душе, и я очень счастлива. Поступление в Казанский университет я планировала еще 2 года назад. И это была моя основная цель, поступить именно сюда. Мне здесь очень нравится, я живу в деревне Нерзиады, мне все очень-очень приятно. И здесь комфортно находиться, здесь интересные ребята, с ними интересно общаться. И я в восторге от университета, от преподавателей. Хотелось бы поближе познакомиться. Ну, в процессе учебы узнаем. Юридический факультет КФУ также не остался в стороне. Первокурсникам торжественно вручили долгожданные студенческие билеты. Помимо этого, будущих бдителей закона поздравили праздничной речью, в которой пожелали активной студенческой жизни. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые члены попечительского совета юридического факультета и выпускники юридического факультета, которые сегодня присутствуют с нами вместе на этой торжественной церемонии посвящения первокурснике. Действительно, в вашей жизни произошло знаменательное событие. Вы стали студентами. Но для Института дизайна и пространственных искусств организовали настоящий праздник с концертной программы и выпуском «Шаров в небо», как символику отправления первокурсников во взрослую сознательную жизнь. Первый сентября – это все-таки праздник. Действительно, праздник, которого мы каждый год ждем. У любого преподавателя год начинается не в Новый год, а с 1 сентября. Так что, конечно, это начало Нового года. Я очень много общалась с людьми, которые здесь работают, с ребятами, которые здесь учатся. И, ну, я опять же училась при КФУ. Наверное, это мне ближе. И, наверное, я отчасти знала, куда иду и доверяла, в принципе, этому университету. Завершающим стал Елабужский институт Казанского федерального университета. На линейке в честь Дня знаний ребята получили студенческие билеты, торжественно подняли флаг вуза, а также насладились концертной программой. Конечно, волнуетесь, наверное. Но очень надеюсь и абсолютно уверена в том, что наши старшекурсники, наши активные ребята очень быстро введут вас в работу университета, а наши преподаватели научат вас свободно мыслить и грамотно говорить в аудиториях нашего вуза. Казанский федеральный университет поздравляет всех причастных к этому светлому празднику знаний и желает получить все самое лучшее из этого образовательного процесса.